Он родился в небольшом селе и сделал 17 витков по орбите. Герман Титов навечно прославил полковникова. Музей его имени за год посещает около 28 тысяч человек. На 83-ю годовщину со дня рождения Германа Титова на родину деда приехал внук Андрей. Почетного гостя пригласили на открытие отреставрированного дома семьи Титовых. Там у нас будет и русская печь, где мы ее сможем затопить, испечь пироги. Мы там будем гостеприимно всех встречать душистыми пирогами и чаем, как это делала Александра Михайловна. У них, у Титовых всегда были гости. 6 августа именно в этом небольшом доме родители Германа Титова узнают о том, что их сын с позывным «Орел» полетел в космос. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом-майором-товарищем Титовым. Через пару минут в комнате запахнет валерьянкой, а у ворот дома уже будет стоять корреспондент всесоюзного радио. Позже полсотни журналистов. Затем подтянутся сельчане, начальство. Во дворе придется поставить дощатые столы, сколоченные в ряд стулья. У Титовых праздничный обед. Когда Титовы переехали в Москву, дом некоторое время сдавался в аренду. После сгорел и больше 20 лет стоял заброшенным. С недавнего времени он стал частью музея. На ремонт «Ласточкиного гнезда», так тут называют этот дом, понадобился миллион рублей. Здесь постарались сохранить атмосферу 50-60-х годов. Вещи, которые принадлежали семье, обеденный стол, патифон, даже детский стульчик Германа Степановича. Андрей Титов в этом доме ни разу не был, но представлял его именно таким. Основные воспоминания – это то, что дом действительно был очень маленький. Бабушка удивлялась, как они всей такой большой семьей жили в этом доме. И, конечно же, воспоминания были, так как они были здесь зимой, о том, что было очень холодно. Вот эти две яблони в 50-х годах посадил сам Герман Степанович. Представьте себе, и дом уже горел, и Германа Титова уже нет почти как 20 лет, а яблони все еще плодоносят. Теперь каждый может стать гостем «Ласточкиного гнезда», а также посетить новую экспозицию в музее Титова, посвященную Юрию Гагарину. Из музейного фонда первого космонавта привезли его личные фотографии и открытки с его изображением. Выставка будет работать до конца октября. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.